Продолжение следует... Продолжение следует... Я долго думал, я ходил проверял, я спрашивал опытных ребят, я спрашивал профессионалов, и все мы пришли к единому мнению. Тренер номер раз на Пхукете доктор Лам. Привет, брат! Привет! Каждый раз, когда я сюда приезжаю, вижу тебя счастливым и улыбающимся, а я тебя. В этот раз я решил снять о тебе программу, так как много людей в России, фанатов муай-тай, знают тебя и хотят приехать сюда потренироваться. Спасибо. Сколько тебе лет? 35. Сколько боев ты провел? Около 300. В каком возрасте ты начал тренироваться и выступать как тайский боксер? 8 лет. Начал тренироваться в 8 лет, а первый раз выступил, наверное, через год занятий. Ого, через год? Да, где-то так. Где ты побеждал? Я побеждал на Раджанамнерн стадиум. Выигрывал Кинг Кап, чемпионат мира по версии WBC и так далее. Ты продолжаешь выступать или уже закончил свою карьеру? Активные выступления я прекратил и целиком и полностью сосредоточился на работе в Вэйки Эй. Очень много людей разных возрастов, которые сюда приезжают, хотят тренироваться у меня. Сколько лет твоему тренеру? 47. Ну и как он? Молодец, все так же силен и быстр. Так же, как и ты. Ну, спасибо. А где он сейчас? Живет далеко отсюда, но мы иногда видимся. Ты стал уже известным тренером, которому довелось потренировать многих известных спортсменов, бойцов и прочих звезд. Почему ты не уезжаешь из Таиланда? В Америке или Канаде были бы рады тебя увидеть. Поэтому-то все едут сюда, все хотят потренироваться с тобой. Я начал работать с АКА, компанией, которая становится все больше и больше. Мне нравится ее развитие. Я вижу прекрасные перспективы. И вообще, я люблю это место. Это мой дом. Ты любишь свою работу? Да. Сколько раз ты тренируешь? Утром и вечером, плюс персональные занятия? Получается до 15 человек в день. Да, и это не предел. Я люблю это место. Спасибо, брат. Поехали. Юстина, очень странно видеть девушку здесь. Хотя я видел, что вы занимаетесь тайским боксом. Но что меня удивило, что вы тренируетесь с Ламом. Один из самых жестких тренеров. Ну, чего там греха таить. То есть немногие профессионалы выдерживают тренировки с ним. Что это за такой странный выбор? Ну, нужен хороший результат. И нужны победы. Поэтому я выбираю сильнейших. Самого сильного тренера. Лама отлично держит лапы. Показывает интересные комбинации. Понятно. То есть можно сказать, что вы так 4 года здесь прошерстили, если можно так сказать, все кемпы и остановились. Вы выбрали самые лучшие, ну, по крайней мере, для себя. Ну, да. Первые, наверное, года два я ездила по разным кемпам. Везде тренировалась. Абсолютно в каждом кемпе на Пхукете была. И, наверное, где-то последние года полтора я уже остановилась на ОК. И, тем более, подруга тренируется тоже здесь. Вы имеете в виду Настю Янкову? Да, Настю Янкову. Отличный спарринг-партнер для меня. Вот. Поэтому, не знаю, здесь все звезды сошлись. Все звезды. Майк Свик, Ламсон Кранк, Юстина. Все звезды сошлись. Хорошие местечки. Все, все, все. Нравится? Мне тоже очень. Кстати, друзья, в Екатеринбурге должны гордиться своим земляком. Бек приехал сюда всего год назад. И за этот год он провел 35 профессиональных боев. Выиграл три пояса. Крайний он выиграл неделю назад. У нас на Урале суровые парни. Бек, давно ты сюда приехал, брат? Я приехал полтора года назад сюда. Просто приехал не больше на месяц. И, что называется, завис. Да, да, да. Завис остался. Начал тренироваться. Майк Свик, тренер, может, мне помог. Я здесь живу, занимаюсь, выступаю по тайскому боксу. В настоящее время сейчас готовлюсь на ММА. Первый бой по ММА? Первый бой у меня четвертый бой. Четвертый по счету. Четвертый? Здесь первый бой. Здесь первый бой. Я знаю, что ты работаешь с Ламом постоянно. Не сложно тебе? Он такой, руки длинные, ноги. Он как не тайец. Он больше на европейца похож. Ростом, весом невероятно. Он чуть ниже меня ростом. Не сложно тебе с ним? Конечно, сложно. Он вообще не тайец. Он совсем по-другому работает, как голландец большой. Ноги длинные, руки длинные. К нему очень тяжело подойти. Что касается тренерского опыта, у него огромнейший багаж. Есть кому научиться. Он каждый день, мы с ним занимаемся. Очень хороший тренер. Каждый день что-то новое узнает. Каждый день что-то новое. Особенно про ноги. Не устаешь? Устаю, честно. Сейчас без углеводов поднеси. Да, без углеводов, на белковом питании, гоняя вес. А не думал бросить? Я знаю, что когда он к спаррингам готовится, он бывает очень жесткий. Бьет жестко, но это свои плоды дает Сергей на боях. Когда ты выходишь, остаются последние секунды, и ты прямо делаешь, вспоминаешь тренера, лама, всех. То есть после лама все остальное детские сады, правильно? Детские сады. То есть ты от него выбегаешь, чтобы в ринг, да? Да, да, просто убегаю туда. В ринг, чтобы не били туда. Да, да, да. Как ты с ним познакомился здесь? Ты сразу понял, куда надо ходить, кому надо ходить на тренировки? Сразу видно, что он совсем другой, не как остальные тренера. Да, смотрю, можно с вами позаниматься на лапах? Он говорит, давай. Вообще очень добрый, на любые вопросы отвечает, помогает, консультирует. Очень грамотный тренер. Друзья, лам действительно кардинально отличается от всех тайских тренеров. Он стоит особняком не потому, что у него невероятное эго. Он очень добрый, очень дружелюбный человек. Не потому, что он просто высокий. Это вот он стоит, его можно сравнить только с таким одиноким самураем. Он к бак, такой настоящий, живой он к бак. Это не вымышленный герой, а ты видишь этого человека и понимаешь, что вот он. Вот тот, кого ты искал всю жизнь. Если вы занимаетесь тайским боксом и впервые видите ламу, вы понимаете, что именно этого тренера вы хотели увидеть и видели его в своих снах. Бам-бам-бам-бам-бам! Бам-бам-бам! Бам-бам-бам-бам! 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 Бам-бам-бам! Бам-бам-бам-бам-бам! Бам-бам-бам-бам! Ну, как он тебе? Правый съел же хоккей. Съел, а локоть кто съел? За локоть я не думал. Зачем боксеру думать, зачем боксеру думать, Олег, ты же чемпион мира, не кушай локти. Смотрите мою практику с бадюком, занимайтесь тайским боксом и будьте сильными. Субтитры создавал DimaTorzok